Я долго думал о том, как назвать сегодняшнюю проповедь, и решил назвать ее выражением знакомым каждому из нас с детства. Казнить нельзя помиловать, а вот запятую вы поставите там, где вам больше хочется, тем более, что запятая-то эта, она ставится на протяжении всей нашей жизни в зависимости от тех обстоятельств, от тех ситуаций, в которых мы оказываемся. Поэтому должен каждый из нас решить сам. История – это то пространство, в котором Господь демонстрирует нам осуществление и работу всех библейских принципов и заповедей. Тора учит нас в книге Левит, в 19 главе, в 18 стихе, содержится, наверное, одна из самых величайших заповедей, ибо так сказал даже сам Иисус. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Сегодня мне хочется вспомнить в связи с этой заповедью, с этим наставлением, вспомнить одну очень интересную историю, которая происходила с величайшим библейским героем, и очевидно, и мы это увидим, очевидно, что участники этой истории, она по времени достаточно продолжительная, участники этой истории так до конца, скорее всего, не обратили внимание на эту заповедь. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего». Вообще интересно, что самое интересное, что вообще создал человек в литературе или в искусстве, так или иначе связано с отношениями. Самые интересные книги, самые интересные фильмы, так или иначе связано с отношениями, потому что это то пространство, в котором мы все принимаем участие, и это то, с чем сталкивается каждый из нас с рождения и до смерти. Даже сама Библия подтверждает это, потому что от начала до конца Священное Писание – это не что иное, как история отношений. История отношений между Богом и человеком, история отношений между людьми и так далее. Сегодня мне с вами хочется обратиться к истории царя Давида. Вот поистине человек и жизнь, из которой мы можем с вами черпать множество, множество различных уроков для себя, каких-то наставлений, предостережений, вдохновения и многого-многого другого. Я приглашаю вас открыть одиннадцатую главу Второй книги Царств. Наверняка вы много раз читали этот текст. Я не буду описывать всю историю, просто несколько текстов мы с вами прочитаем. Вторая книга Царств, одиннадцатая глава. Начинается она очень интересно и описывает то время, когда Давид уже какое-то время был царем. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал и Ава, и слуг своих с ним, и всех израильтян. И они поразили амонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Возникает такое впечатление, когда читаешь этот текст, как будто бы, знаете, вот у царей была какая-то договоренность, и они участвовали вот в этих военных игрищах, как в какую-то, знаете, в какую-то игру. В определенное время они выходили на боевые действия. Давид в этот момент остался дома. И что с ним происходит? Когда вы попадаете в Израиль, я знаю, что из сидящих здесь есть люди, которые хоть раз побывали в Израиле, вас обязательно привозят на территорию, которая называется город Давидов, и вы вот смотрите на то место, где, по-видимому, находился дворец царя Давида, и невозможно просто не обращать внимания на то, что происходит вокруг, потому что дома эти налеплены как будто бы друг на друга, и все это происходит в какой-то шаговой доступности, и поэтому Давид, выйдя в прохладу вечера, он увидел женщину по имени Версавия. Прогуливался по этой кровли, и знаете, грешным делом я иногда думаю, вы, конечно, простите, грешным делом я иногда думаю о том, чтобы лучше он, наверное, с этой кровли упал бы, потому что, наверное, последствий и для самого Давида, и для всего Израиля, и для израильской истории были бы, может быть, не такими плачевными, как то, что произошло позже. Интересно, что вот с этого момента вот эта история с Версавией, она включает как будто бы последующие истории, последующие действия, которые на протяжении нескольких глав последующих будут нам описаны, и мы видим, с каким трагизмом мы сталкиваемся вот в результате того, что произошло с Давидом. Во-первых, речь идет об отношениях с Версавией, и мы видим, что по сути-то дело отношения эти приводят к убийству человека по имени Урия Хитиянин. Может быть, не все знают о том, кто такой Урия Хитиянин. Помимо того, что это был достаточно героический человек, героическая личность в истории Израиля, еврейское предание рассказывает нам о том, что оказывается, ну, понятно, что это традиция, мы не знаем, как к этому относиться, тем не менее, еврейская традиция говорит нам о том, что Урия Хитиянин был когда-то оруженосцем Голиафа Гефянина. И вот в тот момент, когда Давид поразил Голиафа, именно Урия Хитиянин нес вот эти оружия Голиафа, и таким образом, когда он увидел, что этот юноша поразил мощного воина, ну, говоря современным языком, спецназовца, понимаете, с таким ростом и с таким вооружением, Урия что-то коснулось его сердца, он понял, что он хочет служить вот этому молодому человеку, он хочет все время быть с ним, потому что в нем он увидел какой-то дух. И вот Давид предает историю этих взаимоотношений, он предает эту дружбу, и он убивает Урию. Мы знаем с вами последующую историю, как это вот проявилось в дальнейшем в жизни Давида. Он сам подписал себе приговор. Он сказал о том, что четыре человека, в четверо должен ответить человек, который сделал это, он подписывает себе приговор, и мы знаем о том, что четверых детей, четверых сыновей теряет Давид. Во-первых, младенца, который родился от Версавии, потом он теряет сына по имени Амнон, которого убивает Ависалом, дальше убивают самого Ависалома, потом убивает Соломон Адонию, претендента на престол, и еще одну дочь, Фомарь, которую обесчестил Амнон, фактически, вот, она потеряна для общества, потому что она оскорблена, и что происходит с ней дальше, никто не знает. Поэтому вот этот трагизм, который мы с вами наблюдаем, и дальше, как интересно, очень такой, знаете, приближается зум, и мы с вами видим в каких-то деталях описание истории отношений между Давидом и Ависаломом. Это особый тип отношений. Мы видим, как после того, как Ависалом убивает Амнона, на протяжении долгого времени он скрывается, он не показывается перед царем Давидом, и это все очень тяжело переживают. И сын, и отец. В результате Давид все-таки принимает Ависалома, вроде бы прощает его, но когда Ависалом возвращается в Иерусалим, мы видим, что на протяжении двух лет, двух лет, отец и сын не видятся, они не общаются, и Ависалому не разрешено показываться перед лицом Давида. Два года ожидания вот этого визита, оно приводит к тому, что Давид, просто Ависалом, помните, поджигает поле Иава, и только после этого как-то вот Иав эту встречу организовывает. Интересно, какие после этого деяния у Ависалома мы видим спровоцированы вот этими отношениями, вот этим непониманием, ни между какими-то, знаете, людьми, которые друг с другом не хотят ничего общего иметь. Это же отношения между отцом и сыном, это отношения, казалось бы, самых близких людей. Мы видим с вами, как проявляются вот эти деяния Ависалома против Давида, и в 15 главе 2 книги царств мы с вами читаем такие очень интересные слова со 2 по 6 стихи. «И вставал Ависалом рано утром и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь имел тяжбу, шел к царю на суд, то Ависалом подзывал его к себе и спрашивал, «Из какого города ты?» И когда тот отвечал, «Из такого-то колена Израилева, раб твой», тогда говорил ему Ависалом, «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Ависалом, «О, если бы меня поставили судьею в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет споры, тяжбу, я судил бы его по правде». И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его. Для Ависалома все, кто приходил на суд к царю, были хорошими. Он судил всех, казалось бы, так, как человеку этого хотелось. Вот что интересно дальше говорится в 6 стихе. «Так поступал Ависалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Ависалом в сердце израильтян». Интересное слово в еврейском тексте здесь используется. Интересный глагол. Глагол «ганав» означает «похищать». Он похищал сердце израильтян. В новом переводе написано «завоевывал» в институте перевода Библии. «Завоевывал». Текст оригинала говорит «похищал сердце». Интересно. Вот таким вот образом он переманивал от отца вот этих подданных царства Израилев. Он похищал себе в свою пользу. На себя тянул одеяло. Вот такая вот такая попытка может быть отомстить царю за то, как с ним обходились. Поэтому в дальнейшем мы видим с вами, как происходит восстание. Вот эти невыясненные отношения приводят к тому, что Ависсалом восстает против Давида. Интересно, как это восстание, оно постепенно зреет и появляются люди, которые окружают Ависсалома таким образом, что дают ему какие-то совершенно гадкие советы. Мы читаем в 16 главе, встречаем очень интересный персонаж. Персонаж по имени Ахитофел. 16 глава 2 книги царств. Смотрите, как происходит с 21 по 23 стихи. «И сказал Ахитофел Ависсалому, войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой». Все из Иерусалима ушли, потому что Давид боялся за этих людей, Давид ими дорожил, всеми своими подданными, и кто решился, пошел с Давидом. Оставили город, вышли, но оставил там 10 своих наложниц. «Войди», говорит, к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой, «и услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою». О чем он говорит? «Ты пойми одну вещь, Ависсалом, твое восстание, оно не будет иметь никакого дальнейшего продолжения до тех пор, пока ты не продемонстрируешь своих четких, конкретных, жестких намерений. Оно не будет иметь успеха. Ты должен показать всему Израилю, каковы твои намерения, и символом вот этих намерений может стать то, что ты войдешь к наложницам твоего отца. И поставили для Ависсалома палатку на кровли. И вошел Ависсалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля. Советы же Ахитофела, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставления у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела, как для Давида, так и для Ависсалома. Интересно. Начали говорить о мести. Месть не творит правды Божьей. Гнев человеческий вообще в принципе не творит правды Божьей. Месть это желание справедливости, казалось бы, это попытка, но это попытка осуществить эту справедливость самому в обход, каких-то божественных принципов, в обход какого-то, знаете, божественного понимания времени, необходимости и так далее. Месть это очень сильное чувство, но это очень слабая позиция. Месть это очень сильное чувство, но это слабая позиция. И позже мы с вами увидим почему. Что это за человек такой Ахитофел? Интересный персонаж. Для того, чтобы понять, почему Ахитофел дает такой интересный совет, мы можем снова открыть 11 главу. 11 главу. Когда Давид встречает Версавию, мы с вами узнаем, он пытается узнать, что это за женщина такая, и в третьем стихе мы с вами читаем, и послал Давид разведать, кто эта женщина, и сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урия Хитиянина, а вот жена дочь Елиама. А в 23 главе этой же самой книги, второй книги царств, в 23 главе, в 34 стихе, когда описывается и дается весь перечень героев и вот этих, знаете, витязей Давида, в 34 стихе мы с вами читаем, что у него были люди по имени Елифилет, сын Ахазбая, там и так далее, и Елиам, сын Ахитофела, гелонянин. Кем приходится? Кем приходится Версавия Ахитофелу? Это была его внучка. И казалось бы, совершенно очевидно и вроде бы справедливо, что Ахитофел дает такой совет, он пытается отомстить царю за то, что тот сделал с его внучкой. Сколько лет прошло уже? Сколько лет прошло с тех пор? Но тем не менее, он вынашивает в себе вот это чувство и желание мести. Интересно, что в Талмуде Ахитофел упомянут как один из четырех простолюдинов, которые не имеют доли в грядущем мире из-за своего нечестия. Талмуд называет четырех таких людей. Ахитофел, Валаам, Доик и Гиезий. Четыре человека. Я думаю, что история всех четырех, она в вашей памяти всплывает. Как нечестно и нечисто они поступали с израильским народом и с божьими детьми. Интересно, как в христианской традиции Ахитофел является прообразом, знаете кого? В христианской традиции Ахитофел это прообраз Иуда Искариота. Оба предали и оба покончили жизнь самоубийством посредством повешения. Возможно, в сороковом псалме, когда Давид пишет этот псалом, сороковой псалом, в десятом стихе, когда Давид восклицает следующие слова, мне хочется обязательно прочитать этот текст, смотрите, что происходит. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня питу. Есть очень серьезные такие предположения о том, что речь вполне возможно может идти именно об Ахитофеле, который пытается таким вот образом отомстить Давиду. Хочу сегодня некоторых из вас, наверное, может быть, кто-то знает, некоторых из вас познакомить с очень интересным термином, который ввел в научно-философский такой аппарат и научно-философский язык, немецкий философ второй половины XIX века Фридрих Ницше. Он написал когда-то книгу под названием «Генеалогии морали». Он вводит понятие, которое называется рессентимент. Рессентимент – очень интересное явление, которое связано с жизнью многих и многих и многих людей, если не всех людей в мире, но во всяком случае подавляющего большинства. Рессентимент – это задавленное чувство обиды или несправедливости, которое культивируется в человеке благодаря его слабости и неспособности ответить на вызов, на оскорбление, на унижение. И интересно, что важнейший исходный пункт в образовании вот этого явления, в образовании рессентимента – это импульс мести. Это импульс мести. Каждому мстительному импульсу должно предшествовать такое вот, знаете, ослабление или какое-то чувство подавленности. Вот что интересно. Допустим, приводят, ученые приводят пример. Если мне, если человеку дали пощечину и он ударяет в ответ, это не месть. Это не месть. Это ответная реакция, адекватная, возможно. Если человек дразнит собаку и собака его кусает, со стороны собаки это тоже не месть. Это адекватная ответная реакция. Вот что интересно. Месть, почему я сказал о том, что это очень сильное чувство, но это очень слабая позиция, потому что месть очень часто она не может месть это не всегда адекватная реакция, она не всегда реактивная, потому что человек в силу иногда своей слабости, иногда человек в силу своей закомплексованности, чувства неполноценности, он не может ответить сразу и адекватно, он замысливает и откладывает месть на потом, думая о том, что когда-то придет момент и он ответит, он выжидает того момента, когда его противник, его соперник оказывается в самом невыгодном положении и тогда наносит удар, поэтому месть это сильное чувство, но это слабая позиция, потому что человек не может ответить сразу. И вот интересно, что фактически у мести два выхода из положения, два выхода, во-первых, месть, чувство мести, если человек не может в конце концов на протяжении всей своей жизни, если он не может ответить своему сопернику, а такое бывает, месть, это чувство, оно приводит к такому явлению, как рессентимент, глубоко задавленному чувству несправедливости, ненависти, которая обращена на своего обидчика, но с этим ничего он поделать не может на протяжении всей своей жизни, и уже в зависимости от того, с какими обстоятельствами сталкивается человек, этот рессентимент он дает о себе знать. Иногда, знаете, в истории иногда рессентимент может проявляться в политических революциях, иногда проявляется в том, что начинают крестьяне, ремесленники бунтовать, потому что на протяжении многих и многих лет вот это чувство достоинства оно задавливалось, людей унижали. Иногда оно может проявляться в том, что человек не может справиться с чувством своей ненависти. И подобно тому, как это произошло с Ахитофелом, он может просто покончить жизнь самоубийством, потому что не может справиться со своей ненавистью. Но есть еще один очень интересный выход. И мне хочется прочитать интересный текст и интересное наставление, которое тоже связано с Давидом и с его историей и его отношениями с Ависоломом. Когда еще в первый раз Ависолом убежал после убийства Амнона и долгое время пребывал вдали от отца, вообще на самом деле Ависолом действительно был очень красивым человеком и это знаете подогревало к нему чувство отца. Традиция говорит о том, что когда вот для Ависолома героем библейским был Самсон, силач, который знаете вот посвятил себя Богу вот посвятил дал обет Назарейство не стриг волосы вот и вроде бы Ависолом хотел быть точно таким же тоже не стриг волосы один раз в году только стриг волосы а когда волосы стриг их взвешивали получалось около двух с половиной килограмм это же при этом кстати говоря Ависолом в еврейской традиции называется одними из семи самых красивых мужчин в мире одним из семи самых красивых и вот как-то сердце царя было к нему привязано и поэтому Давид пытался сделать что-то такое найти какие-то возможности чтобы не совершить суд над Ависоломом чтобы не обвинили его в убийстве Амнона как же это сделать поделился с Иавом Иав был находчивым человеком привел какую-то женщину из Фикои вот она говорит очень интересную вещь которая отчасти является очень важным выходом из чувства мести 14 глава второй книги царств она говорит замечательные слова 14 глава 14 стих мы умрем и будем как вода вылетая на землю которую нельзя собрать но Бог не желает погубить душу и помышляет как бы не отвергнуть от себя и отверженного мы с вами начали с того что самое великое что создал человек в литературе или в искусстве оно так или иначе связано с отношениями очень интересную вещь по этому поводу пишет известный христианский писатель Филипп Янси в своей книге что удивительного в благодати он говорит два человека два замечательных французских писателя великих писателя которые жили в одном месте и в одно время в 19 веке учат меня двум противоположным вещам Александр Дюма отец написал граф Монте-Кристо который учит меня жесткой спланированной вынашиваемой на протяжении долгого времени многих лет мести есть другой человек в это же время жил Виктор Гюго который написал отверженные и который предлагает мне совершенно иной путь взаимоотношений с окружающим миром и учит меня прощения возлюбленные братья и сестры месть это не всегда что-то глобальное иногда может идти речь о каких-то совершенно мелких вещах я не верю в идеальную первоапостольскую церковь я не верю в то что последнее поколение верующих перед вторым пришествием Иисуса Христа будет тоже идеально я в это не верю потому что поверить в это то же самое что поверить то что на протяжении всей истории израильского народа Израиль был совершенным и идеальным но так не было но почему-то при этом помните как говорит Павел обращаясь к церкви обращаясь к римлянам к римской церкви к таким как каждый из нас не мстите за себя возлюбленные но дайте место гневу Божию почему он об этом пишет потому что месть это не всегда что-то великое иногда оно может проявляться в каких-то мелочах жена отворачивается от мужа муж не дает жене деньги ребенок пытается ребенок пытается отомстить своим родителям и получают двойку как говорят у нас в народе на злу маме отморожу уши это попытка мести каждый на своем каком-то мелком уровне но писание нас учит другом и писание говорит о том что божественный совет троицы еще до грехопадения принимает решение о том чтобы не мстить за то что люди сделают Иисусу Христу и Христос на кресте восклицает прости им Господи ибо не ведают что творят пусть Господь нас благословит чтобы отличительным признаком его народа было уподобление Иисусу Христу пусть он нас благословит во всем аминь иисусуХ счастья на нев row mono тут